Привет всем! Последние три дня я держу скрещенными пальцы за Исландию, которая первая среди всех европейских государств и вообще среди стран первого мира задумала принять закон о запрете обрезания. И не какого-нибудь обрезания, потому что вы и так все знаете, что так называемое женское обрезание давно либо прямо запрещено, либо преследуется по известным законам во всем белом мире. Но второе обрезание, как и многие другие вещи, у нас невидимые. Невидимые не только у нас в стране, но невидимые во всем белом мире, ну или во всем золотом миллиарде. Вообще, если подумать, то закон опоздал так лет на сто, особенно конкретно для нашей страны. И никаких рациональных причин для его отсутствия просто не существует. В 21 веке существует прямо скажем варварская дикарская практика. Она широко распространена и она является таким слоном в комнате, который никто не видит, никто не замечает. Назвать такую практику средневековой было бы оскорбительным для средневековья, потому что как раз в средневековье, я думаю, за это можно было бы пострадать. Любой борец за равенство и за защиту прав, который выступает против женского обрезания, но не против мужского, никакой не борец за права и никакой не борец за равенство, а просто тупой дебил, какого бы пола он ни был. Вообще, само использование аббревиатуры и понятия FGM Female Genital Mutilation, позорище само по себе, которое должно исчезнуть и остаться только в судебных, там, в экспертных документах. Вместо него должно остаться GM, то бишь Genital Mutilation, что буквально означает уродование половых органов. Хотя если брать проблему шире, то, конечно, не так важно, что уродуются именно половые органы. Если бы, например, православные сегодня всем младенцам делали шрамирование где-нибудь на солнечном сплетении в форме креста, это было бы ровно такой же дикарской практикой, с которой точно так же нужно было бы бороться. А то, что ряд товарищей шрамирует и мутилирует именно половые органы, является просто отягчающим обстоятельством. Тот факт, что такая практика считается нормальной у сторонников определенных религий, не должна волновать светское государство. Это их проблемы, не наши. Запрещено, значит запрещено. Точка. И в конце концов, речь идет не о полном запрете, тотальном, а о запрете делать это над младенцами и детьми, которые сами не в состоянии трезво оценить вероятные последствия. Хотя даже и взрослые не все в состоянии оценить. То есть подход должен быть как с пластическими операциями. Минимум в 16 лет ребенок выражает свое желание и согласие, с ним беседует специальный психотерапевт и требуется разрешение от родителей. И только в этом случае операцию можно будет сделать. В остальных случаях это должно быть уголовным преступлением. Причем как для тех, кто выполняет операцию непосредственно, так и для тех, кто пособничает, в том числе своим согласием. Всем, кто аргументирует пользу обрезания доводами, например, из области гигиены, стоит провести экскурсию в любом универмаге, в отдел женской гигиены. Проблема гигиены у женщин стоит очень остро, гораздо острее, чем у мужчин. Но в цивилизованном мире ответом на это является не отрезание каких-то частей, а целый огромный стеллаж продуктов, которые предназначены специально для решения этих проблем. И не только продуктов, но и образования соответствующего, ликбеза, профильных специалистов и так далее и так далее. В буквальном смысле этого слова цивилизованный подход. В Исландии обсуждается 6 лет заключения за выполнение операции обрезания. Возможно, это и недостаточный срок, особенно когда речь идет про врачей, а не про родителей. По совокупности, оно, видимо, должно относиться либо к средним, либо к тяжким преступлениям. По нынешней шкале тяжести нанесенных телесных повреждений, обрезание попадает скорее в среднюю тяжесть. Это при условии, что не получилось никаких непредвиденных последствий, которые плохо кончились. А процент таких последствий очень большой. Но здесь есть отягчающие обстоятельства. А именно, отсутствие информированного согласия того, на ком проводятся операции. Использование беззащитного или зависимого положения. Это особенно относится к младенцам и маленьким детям. Исполнение с особой жестокостью, потому что для этих целей обычно не применяется анестезия, особенно на младенцах. Злоупотребление доверием, когда речь идет о том, что своим доверием пользуются родители, своей властью. И сюда же, в общем-то, относится злостное злоупотребление правами родителя и одновременно неисполнение обязанностей родителя, которые, наоборот, заключаются в охране ребенка от подобных вещей. Так что для родителей это, скорее всего, должно влечь лишение прав, среди прочего. А для врача, который занимается этим постоянно и является, по сути, рецидивистом, должен быть особый раздел. И, конечно же, запрет заниматься врачебной практикой. В некоторых случаях, возможно, пожизненно. Так что таким вещам место в Африке и других подобных местах, где популярно шармирование ритуальное, врезка трубочек в нижнюю губу, продевание колец и костей в нос. Вот там место всем этим вещам. А то, что у нас до сих пор такого закона нет, это позорище. Что для законодателей, что для комитета, который, среди прочего, еще и детей должен защищать, что для омбудсменов и прочих профессиональных специалистов по защите прав детей. И отдельный позор для всех кандидатов в президенты, в чью программу не входит принятие закона о запрете GM. Вот как-то так. Продолжаем болеть за Исландию и следить за их успехами. Всем пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok